27 декабря 1973 года украинский советский актер, кинорежиссер Леонид Быков закончил работу над фильмом «В обои идут одни старики». Легендарная картина о поющей эскадриле снималась на киевской киностудии имени Довженко. Леонид Быков сыграл в ней главную роль. Он же написал сценарий. Консультантами стариков были несколько именитых летчиков, из рассказов которых было взято все самое яркое. Быков старался придерживаться реальных событий, но кое-что все же домыслил и изменил. После премьеры ветераны отмечали, именно такой и была война. Герои фильма получились настолько привлекательными, что многие потом узнавали в них своих командиров, сослуживцев, любимых. Так, в 5-м гвардейском истребительном авиационном полку под командованием Василия Сталина действительно имелся собственный хор, и на музыкальные вечера поющей эскадриле приезжали танкисты и пехотинцы. Бойцы очень любили исполнять песни Леонида Утесова. Знаменитый певец даже приезжал к ним на аэродром со своим оркестром, и они вместе играли и пели. На одном из подаренных Утесовым истребителей красовалась надпись «Веселые ребята», на втором от джаз-оркестра Утесова. Ответ поющей эскадриле немецким асам тоже был реальный. Над аэродромом половинки на 8 советских истребителей бомбами и пушечным огнем смогли зажечь на стоянках 14 самолетов противника. В стрельках маэстро возвращается с боевого задания на немецком миссершмитте. И такое было на самом деле. На трофейном самолете не раз летал на разведку командир 152-го гвардейского авиаполка Василий Меркушев. Однажды свои его за фрицы приняли, точь-в-точь, как в кино показано. Из реальной жизни взята также фраза «Махнул не глядя». И привычка механика крестить перед вылетом самолеты. Един с нотами на самолете капитана Титаренко позаимствовали у реального штурмовика Василия Емельяненко, командира эскадриле 7-го гвардейского штурмового авиаполка, героя Советского Союза. И Л-2, на котором он летал, действительно был музыкальным. На борту несколько нот и знак гвардии. Точно, как в фильме. Емельяненко до поступления в летную школу учился в Московской консерватории на композиторском факультете. Прототипами отчаянного и невероятно обаятельного маэстро, которого сыграл Леонид Быков, называют двух героев Советского Союза – Виталия Попкова и Ивана Лавикина. Оба любили петь, оба лихачили в небе, сбивая фашистские самолеты, оба имели позывные маэстро. Попков на земле руководил джаз-оркестром в художественной самодеятельности полка. И был этим очень знаменит. Однажды его эскадрилья в небе на Днепропетровском устроила немцам небесный джаз. После того, как были сбиты 10 фашистских самолетов, в боевом эфире небесный хор из Попкова его заместителя запел «Ой, Днепро, Днепро, ты широк могуч», и земляй милым женским голосом сказала «Большое спасибо, маэстро». Лавикина, своя история. Как-то бойцы наткнулись на уцелевшее фортепиано. Командир подошел, открыл крышку и сыграл «Амурские волны» единственную композицию, которую умел играть. Но все равно его стали называть маэстро. Виталий Попков был в стариках прототипом не только маэстро, а еще вечного дежурного по аэродрому кузнечика, который однажды во время вражеского налета не растерялся, и на первом попавшемся истребителе взлетел и сбил этот немецкий подарок с неба. Его зауважили и зачислили в «Старики». Ставшая знаменитой фразу «Я бы, товарищ командир, еще больше фрицев сбил, да вы своим нижним бельем всех их распугали» тоже реальное. Считается, что прототипами трогательной пары в исполнении Рустама Сагдулаева и Евгении Симоновой стали герои Советского Союза Надежды Попова с Донбасса и Семен Харламов из Саратова. Правда, их история любви, в отличие от экранной, сложилась счастливо. Познакомились на войне, а после – поженились. Днем бракосочетания всегда считали 10 мая 1945 года, когда расписались на Рейхстаге. К слову, по количеству боевых вылетов – 732 у Харламовой, 852 у Поповой – и высоких наград эта пара была исключительной. Прототипом «Смуглянки» называют летчика с Украины Евгения Быковского, который погиб, вступив в бой с 34-мя немецкими самолетами в одиночку. Маша, по сюжету фильма, была из женской авиачисти. Из тех летчиц, которых немцы называли «ночными ведьмами». И тут все правда. Совсем еще девчонки, летчицы проявляли чудеса мужества и нахочевости. Что представляли из себя их самолеты по два? Двухместные бетланы с фанерным фюзеляжем, маломощным двигателем, без радиосвязи и бронезащиты. На машинах не было ни вооружения, ни парашютов, разместить можно было всего две бомбы. Летали по ночам, на небольшой высоте, чтобы быть незамеченными радарами. Возле цели глушили двигатели, беззвучно планировали и сбрасывали бомбы. Потом моторы снова запускались, и летчицы возвращались домой. Говорили, будто летчикам Люфтваффи даже обещали железный крест за каждую сбитую ведьму.